Какой интересный поворот! Я не люблю чрезмерный патриотизм. Вы заслуженная артистка России. Надежда Бабкина этому как-то поспособствовала или нет? А на небе Боженика, знаю, поможет нам. Ты будешь ты со мной. Ваша главная цель – это продвигать народную музыку молодежи. Как вы это делаете? Ну, скажем, не так молодежи продвигать, да? Как прям впихивать ее, скажем так. Я ориентируюсь не только на молодежь. Мне вообще хочется, чтобы этот жанр жил, был интересен, был востребован. Ну и, конечно же, хочется привлекать именно молодое поколение, чтобы обращали внимание, что это материал, с которым можно работать, с которым нужно работать, который вдохновляет, впечатляет. Вообще свою историю надо знать и знать свои истоки. Чем вас вдохновляет народная музыка? Чем меня вдохновляет? Ну, знаете, как может быть вдохновлять детство, да? Или те вещи, на которых ты вырос. Я вот уже, наверное, с народной музыкой познакомилась, скажем так, не с самого мальства, да? И сказать честно, мама, конечно, меня любила народные песни. И она такая очень звонкая, голосистая мне. И бывало, что вот пели в нашей семье. Но вот такого, опять же, насаждения, да, вот, может быть, повторюсь опять, в нашей семье не было. Я уже, наверное, к народной музыке случайно пришла, когда мне было уже 13-14 лет. Я попала в коллектив. Называется он сейчас уже ныне профессиональный, ансамбль «Люба». И вот здесь вот, наверное, произошло такое вот слияние, да. Я почувствовала, во-первых, интересы. Там были мои тоже сверстники, сверстницы. Нас объединяла и музыка, и нас объединяла и возрастная такая категория вместе. Мы любили и пошалить. Но вот это все было на фоне гастролей, на фоне всяких репетиций. Это было потрясающее время. Я за это благодарна, конечно, моей руководнице Ольге Олеговне Чедаевой. И потом вот эта музыка, да, все там тынс-тынс-дунс-дунс, там поколение музыку слушало другого у нас совсем. Но вот мы были как бы вот одной командой, которая, в принципе, это не отвергала, принимала. Это было интересно. Но, знаете, все равно народная музыка, особенно, скажем так, аутентика, она обладает какой-то магической, да, то есть мантры, вот эти вот всякие коды, да, которые вот немножко в медитацию приводят. И вот это, конечно, тоже нравится. И это, скажем так, очищает, вдохновляет. Ну, все что угодно. Я очень, знаете, такой человек чувственный. Мне, может быть, там сложно подобрать слова, но вся моя жизненная вообще энергия, это вот именно чувство, да, может быть. Мне это нравится, могу сказать. И вот когда я уже, наверное, хотела свою жизнь повернуть вспять и сказать, что нет, наверное, музыка это не мое, даже вот народная песня, я ушла в юриспруденцию. Какой интересный поворот. Но тут, как говорится, судьба распорядилась. Я сказала, нет, Олесь, ты должна заниматься этим. И я уже не протеялась, потому что мне выпал шанс попасть действительно в коллектив народный, это коллектив русской песни Надежды Бабкиной, скажем так, она меня выбрала. Для меня было это очень сюрпризом большим, скажем так, да. Но это было потрясающе. Да, и потом я связала свою музыку с народной песней, так как был очень плотный гастрольный график. Я параллельно училась и в юридическом институте, и в Академии Гнесиных. И, ну что, как говорится, я уже... Сперва я была, кстати, я хочу сказать, что я была еще классической исполнителем. У меня факультет классической музыки, фортепиано. Но вот потом я решила все-таки, что нужно что-то выбирать. И выбрала народное пение. Смотря на современных популярных исполнителей, можно ли быть уверенным в том, что народная музыка может быть популярной? Может быть. А эти новые проекты, которые сейчас возникают, об этом и говорят, что, в принципе, она остается актуальной. Просто хочется все-таки, немножко хочется, чтобы мы относились к народной музыке не как к пережитку прошлого, а к нашему достоянию, которое нужно холить, лелеть, беречь и передавать из поколения в поколение. Может быть, в разных модификациях, в разных обрамлениях. Но это то, что должно жить, то, что должно существовать. Говоря о новых проектах, как вам представитель Украины на Евровидение в этом году? Мне очень понравилось. Вот я могу сказать, что мне очень понравилось, потому что это прям взятая, аутентичная песня, да, конечно, интересно обработанная, то есть я анализировала, и что может быть, такой язычный голос исполнительницы, и подача современная как раз-таки вот этого материала, скажем так, которому уже не одна сотня лет, скажем так, да, вот этот разгон именно ритмический, да, то есть она же не поставлена в определенный ритмический формат, да, и от начала у нее строй более медленный, вот это вот даже увеличение ритма не особенно заметно, но это очень интересно. Мне показалось это действительно необычное. Вот почему им удалось вывести народные мотивы даже на мировую арену? Ну, я могу сказать, что, во-первых, не только им это удалось, я могу сказать, что я восхищена вообще манижей, которая, в принципе, очень несет большой флаг, скажем так, не только, скажем так, многонациональной нашей страны демонстрирует, что вот действительно в нашей стране живут не только русские, но и представители других национальностей. Это потрясающе, это просто браво-брависсимо. И если смотреть на то, какую песню она исполняла в этом году, то, в принципе, можно сказать, что там и аутентики тоже очень достаточно, то есть все вот эти язычные тоже вот фрагменты, да, построены именно на аутентичной музыке, на народной музыке. Но у манижи это все-таки, у него же был посыл феминизма, а у Украины, у Гоуэй, у них наоборот был такой конкретно народный посыл, то есть у них изначально была украинская народная песня, которую они долго-долго обрабатывали и, скажем так, переделали в свою. Да, может быть, но у манижи, я думаю, что не просто там со стороны феминизма, мне кажется, у него вот такая многозазначность стояла, да, перед ней, и мне кажется, это ей удалось. Мне очень понравилась эта музыка тоже. Почему народная музыка вечная? Ну, наверное, потому что история пронизана, да, какой-то определенной нитью, которая ведет в дальнейшем к усложнению, скажем так, да, то же самое и народная музыка. А, наверное, сказать, это настоящее. То есть это то, что вот, ну, мы тоже начинаем, наверное, наверное, знаете, со слов «мама», «папа», да, может быть, оно где-то там примитивное или легко восприименное, но это те слова, легко произносимые, которые всегда будут отражаться в нашей душе. Мне кажется, здесь вот с народной музыкой то же самое. То есть вот существуют определенные коды, которые, да, которые, ну, вот не могут не оставить равнодушными. То есть это душа, это история, это истоки, это наполнение, это простота. Вы постоянно говорите про историю истоки. Чем они вам важны? Трудно мне ответить прямо на этот вопрос. Чем важна история, чем важны истоки? Ну, можно сказать, да, мы должны знать, это наша патетика, патриотика, да, вот встали в строй, пошли, обязаны, и то, к чему душа лежит, у меня лежит душа к этой народной музыке. Мне хочется ее знать, мне хочется ее продвигать, как вы говорите, да, мне хочется ей жить, мне хочется ее спеть по-своему, да, и найти себя вот именно, используя именно народные какие-то мотивы. Я не могу сказать, что я пою только фольк, да, и только вот, как говорится, у меня есть разная музыка, я обращаюсь, конечно, и уже к поздней музыке, да, есть, и вот, ну, действительно, есть такие аутентичные вещи, да, есть более поздняя народная музыка, там, романсы городские, да, тоже, вот, они уже более такие разнообразные по своей мелодике, то есть, в принципе, народная музыка очень красивая, да, и разнообразная, то есть где-то она может быть из двух нот состоять, да, где-то из пяти, где-то из какого-то музыкального красивого полотна, но она есть, она существует, она абсолютно разная, И хочу сказать, что, конечно, прочтение у этой музыки может быть тоже разным. Для меня важно найти свое прочтение. Поэтому вот чем мне важны истоки? Мне важно узнать, как это делалось, какие краски существовали. Природные краски, безусловно, красивые. И опять же говорим, что даже художники смотрят краски природы. Думаешь, нет, не существует таких красок в природе. Они есть. Вот бабочки какие-то с пестрыми крыльями, мультра-синий свет. Думаешь, ну невозможно. Нет, это все природа нам дает. Но то же самое народ, когда приходит, это же энергетика. Видите, она же не разнуждается, и все, и все, появилась музыка. Это энергия, это энергетика. Поэтому, мне кажется, это важно. Многие психологи говорят, что русская народная музыка самая правильная с точки зрения психологических установок. Вы с этим согласны или нет? Наверное, да. Наверное, да. И вот еще сейчас у меня прям мысль пришла. Думаю, почему эта музыка очень легко воспринимает детьми. Не из-за того, что вот... Опять же, возвращаемся к тому, что сперва нужно узнать алфавит. Да, вот как-то посвящение музыку, я думаю, как раз-таки нам дает возможность пройти вот эти вот простые мелодические как бы мелодии, да, которые может воспроизвести ребенок. Это очень важно. Это погружение в музыку. Ты понимаешь, это как бы тоже воспитывает ритмику, да, воспитывает все равно художественный вкус. Ну, мне кажется, это азы. Вот так. Ваши дети любят народную музыку? Да. Они объясняют как-то эту любовь? Ну, мои, скажем так, они поклонники. Тут у них определенный фанатизм отношений мамы. Скажем так, это мой фан-клуб. Поэтому по-другому они к народной музыке не могут наноситься. Но это прекрасно, потому что все равно, как определить, хорошая музыка или нет. Вот сейчас в основном тоже дети, я смотрю, на что цепляются, да, биты всякие, ну, там, ритмы все равно. Хочешь, не хочешь, даже я там начну там пританцовывать, там, и дети, конечно, тоже. Здесь нужно опираться на мелодию, да, вот, и поэтому может быть проще. И ребенок все равно на это идет. Даже вот когда выступаем, хотя я сейчас очень скучаю по выступлениям в связи с пандемией. Вот. Могу сказать, что, опять же, слушают народную музыку и останавливаются, да, даже если это открытая площадка, не только взрослое поколение, молодежь, дети, вот, им это все равно интересно, да. Ну, во-первых, все тоже зависит от исполнителя, конечно, и от подачи, да. То есть, опять же, как же ты, может, конфета быть вкусная, но если у нее плохая обертка, ты ее не захочешь съесть. То же самое, как бы, и с народной музыкой. Ее нужно правильно уметь переподнести. Вот я считаю так. Я заметил, что в шоу «Ну-ка, все вместе», где вы являетесь членом жюри, там много баллов часто набирают те участники, которые исполняют русские народные песни. Да вы что? Нет. Ну, есть уникальные исполнители, и я могу сказать, что мое нахождение в этой программе, да, уже третий год, я надеюсь, что я буду приглашена и в качестве эксперта на четвертую, потому что мне очень нравится этот проект. Во-первых, за свою честность, и я могу сказать, что это редкий проект, где дает возможность именно выступить с народной песней. И опять же, вот, ну, что хочется исправить, я думаю, что это удается, вот, показать, что есть народные исполнители, да, и действительно есть, есть эта музыка, которая без определенных, определенных сильных, там, скажем, вспомогательных элементов, ну, та же самая, да, вот он дэнс-дэнс-дэнс и так далее, может повлиять на ощущения человека. То есть, ну, музыка это что? Это искусство, да, скажем так, это, ну, без музыки мир станет глухим. То есть, то, что ты услышишь, как ты донесешь, как это будет красиво исполнено, и прям прошлый год действительно показало то, что музыка это есть, она очень красивая, и когда ее, она красиво исполнена, она не может оставить равнодушным. И я этому безумно рада, и для меня в этом году тоже было очень большой радостью, что народная музыка исполнялась именно в финале, потому что предыдущие два года этого как бы не существовало. И хочу отметить даже, что для меня очень интересно вообще отношение наших членов жюри к народной музыке, потому что, ну, скажем так, присутствуют народники на стене, но нас не так много. В основном это все-таки представители эстрадного направления, у них тоже особый склад ума, скажем так, особое восприятие, и поэтому вот, скажем так, им сложно принять народную музыку, потому что, опять же, существует стереотип, то есть народные народники вышли, прокричали песню, ушли, повернулись и больше ничего. Да, то есть, да, существуют зычные песни народные, но это же все обусловлялось, опять же, какими-то, даже приемами. То есть в избе на севере пели более тихо, да. В поле, там, на юге приходилось, там, более зычный голос включать, да, чтобы тебя услышали. Душа поет, тепло на улице, да почему же не покричать? Вот, но я вот вижу, как отношение наших экспертов на «Ну-ка, все вместе» к народной музыке, к народным исполнителям меняется. Вот вообще народные мотивы на шоу «Ну-ка, все вместе», они усложняют путь участника или, наоборот, дают какое-то преимущество? Да здесь так не скажешь. Вот скажется волнение, да, сказывается вообще потребность даже эксперта что-то в этот момент услышать. Ну, и почему этот очень честный конкурс? Потому что, во-первых, не подкупишь 100 экспертов сразу. Эксперты основываются, ну, как бы полагаются не только на свой профессионализм, да, но еще и важные, которые творческие люди, они очень ощущают, да, энергетический посыл, который ты подожди. Если ты волнуешься, конечно, и не справляешься со своим волнением, это тоже чувствуется. Это, ну, конечно, там, делает какой-то минус. Но если ты уверен, не чрезмерно уверен, это тоже крайне важно, если ты искренен, то это не может не поднять эксперта, вот скажем так. Поэтому, мне кажется, здесь не обязательно говорить за мной, что вот это плюсы какие-то в исполнении народного. Для меня, конечно, да. Я всегда буду поддерживать народников. Для меня, конечно, да. То есть для меня большое счастье слышать эту музыку, большое счастье видеть, как она действительно влияет на людей, как реагируют профессионалы, скажем, да, других направлений. Для меня это крайне важно. То есть если человек идет на шоу, ну-ка, все вместе, он может быть точно уверен, что один человек поднимется, если он будет исполнять народную музыку. Признаться, да. Честно, да. Да, да, да. Вы участвовали в шоу «Победитель» на Первом канале. Там вы исполняли народную музыку. Это вам дало какое-то преимущество тогда или нет? Или, наоборот, усложнило задачу? Все сейчас, конечно, выбор молодежи – это эстрадное пение, эстрадное исполнение, да. И даже сказать, дать кому-то выбор, куда ты пойдешь, в эстрадное или в народное, да. Я думаю, конечно, большинство скажет, конечно, в эстрадное, да, ну, этих народников, да. Но всегда мы, как говорится, предполагаемо, боженька за нас располагает. Тут как судьба повернется. Я уже тоже говорю, что, да, я планировала быть юристом. Он тебе скажет, нет, возвращайся. Вот она судьба. Также с народным, наверное. Ну, я просто на этой музыке выросла. Она мне дорогая. Это то, что он ее делает. Мне очень многие говорят, почему ты не ведешь эстраду? Вот зачем тебе это надо? Ну, во-первых, уже, наверное, поздно это делать, скажем так. Хотя я обращаюсь в свой интерес и тоже там, пробую, смотрю. Мне очень важна душевная составляющая, во-первых, у любой музыки, да. То есть это должна быть красивая мелодия, там, текст там. Ну, то, что действительно впечатляет, да. То, что, может быть, меня даже как-то облагораживает, скажем так, да. То есть я люблю красивую музыку. Хотя, опять же, определить, что такое красиво, что такое некрасиво, очень сложно. Для каждого определение красоты, оно свое, да. И вот четкие рамки поставить. И то же самое в искусстве. Искусство это или нет? То есть, да, ну, ты считаешь, что вот хочу так? Поэтому здесь, мне кажется, в этом проекте мне, конечно, исполнение народной музыки помогло. То, что ты меня выделил. Большинство по этой страни, я пела народную музыку. Рад. Мне кажется, это оригинально, по крайней мере. Сейчас уже это выглядит точно так. Поэтому я буду это делать целенаправленно. Потому что я считаю, что все равно у меня тоже там формируется свой репертуар, да, свое отношение. Я говорю, я же исполняю не только народную музыку, да, но у меня есть авторские произведения, основанные на вот, наверное, такой народной колористике. Потому что люди, во-первых, специально для меня их пишут, да, скажем так. Вот мы тебя видим, вот давай вот эту песню. Да я запросто, как бы, я всегда люблю экспериментировать, мне очень нравится. Естественно, там, как говорится, как партнеру приносит платье, да, там, или в магазин ты заходишь, ты должен смотреть, сядет он по тебе по фасону, или сможешь ты на себя его одеть, или нет, и как оно должно выглядеть. Ну, в конечном итоге, по крайней мере, я своим продуктом довольна, скажем так. Вы собирались пойти в юриспруденцию, но пошли в Театр Русской Песни. Так. Что вам дал Театр Русской Песни? Опыт. Колоссальный опыт. Вот колоссальный опыт, потому что, вот я считаю, что артисты, вот поколение уже помоложе, постарше, опять же, возвращаемся к страшному слову пандемия, да, они не испытали того объема гастроли, который вообще, в принципе, лег на наши плечи артистов того поколения, да, скажем так. Потому что мы очень много гастролировали, это бесконечные гастроли, мы объездили не только нашу страну, мы объездили там ряд зарубежных стран, причем немало. Это, конечно, безумно интересно все, замечательно, но вот складывается все равно, складывалось, мне кажется, сейчас немножко по-другому это все, потому что есть возможность, не выходя из дома, опять же, транслировать свою музыку. Но раньше вот этот гастрольный график, да, вот почему складывалось, мне кажется, ощущение того, что, ой, какая прекрасная, замечательная профессия, выходишь, поешь себе и там прекрасно выглядишь все время, и все замечательно. На самом деле это потрясающий тяжелый труд, потому что ты не живешь дома, ты все время на чемоданах, у тебя там, ты в гостиницах проводишь гораздо больше времени, нежели в своей спальне, да, там на своей кровати, да. И, конечно, это, скажем так, все интересно, хорошо и прям потрясающе, когда ты молодой, у тебя полно энергии, потом ты понимаешь, что это очень тяжело. Но тяга к профессии, тяга к сцене, безумная любовь и желание стоять на ней, транслировать свою музыку, оно, конечно, говорит, иди, вперед, вот так. Театр русской песни, он как-то повлиял на ваше отношение к народной музыке? Конечно, ну, я считаю, что, во-первых, наверное, нет аналогов вообще коллективу, это он потрясающий, ныне уже он академический театр, русская песня, да, потому что Надежда Георгиевна, конечно, обладая очень сильной энергетикой, да, смогла сплотить такой коллектив, который обладает очень красивыми тембрами, да, то есть даже отбор в коллектив, он непростой на самом деле. Для Надежды Георгиевна было очень важно найти те тембры, которые сольются, да, то есть, ну, это определенная там структура, понятное дело, состава, да, там альты, сопрано, тенора, баритоны. Ну, вот именно слияние голосов, да, или там, допустим, какой-то неординарный голос мог влиться в коллектив, но при этом, значит, палитра должна сохраняться. И то многоголосие, и то обрамление именно народной музыки, да, которая вот творит, скажем так, ансамбль, оно, конечно, мне кажется, не может оставить равнодушное, хотя, увы, многие знают ансамбль русской песни именно по вот шашку на голову, там тоже, там, сарафаны, да, большие, там, хороводы безумные. Это все потрясающе, но самая главная, скажем так, ценность этого коллектива – это умение петь акапельные песни. Вы говорили, что Надежда Бабкина – это ваш главный учитель в жизни. Да. Чему она вас научила? Чему она меня научила? Всему, скажем так, я артист, я чувствую зависимость от сцены. Я люблю это дело. Мне нравится экспериментировать, потому что вот в русской песне Надежда Георгина так задачи ставила. Мы, это хоть было коллективное творчество, но есть коллективное творчество, Задача была экспериментировать, да, и находить свой язык исполнительства. И, конечно, он очень необычный у русской песни. Я еще раз хочу подчеркнуть, что аналогов коллективу нет. Вы почувствовали себя артистом, будучи членом ансамбля русской песни? Я была уже членом ансамбля именно в ансамбле «Люба». В Сочи моя карьера как исполнительница началась. Да, наверное, нет. Не только, ну как, наверное, профессионального артиста? Да, конечно, в русской песне. И то не сразу, потому что мы пришли в русскую песню. Надежда Георгина была раньше позиция, то есть ты пришел в коллектив, ты должен был отстажироваться. Мы были долгое время стажерами, да, хотя числились в коллективе, конечно, мы также ездили на гастроли. Вот, и даже у нас был создан коллектив на базе ансамбля русской песни, который назывался «Русская песня 21 век». То есть я пришла, там в коллективе преобладали заслуженные артисты России. То есть для меня прийти молодой девочке в коллектив, где такие мэтры стоят, конечно, не было чему поучиться, поэтому, естественно, этому учатся. И мы вот формировались именно, творясь в этой среде профессионалов, тоже делая свой репертуар, может быть, где-то вот с... То есть, опять же, в качестве эксперимента мы пробовали там, подключали современные аржировки, обращались к молодым ребятам, которые нам могли бы помочь там осовременить, скажем, народную песню. Но Надежда Георгина всегда движется вперед. То есть почему ей тоже очень важны новые члены команды, потому что каждый любой человек приходит со своими идеями, да, и со своим желанием что-то принести в новое. Она это слышит, она это умеет воплотить, поэтому я считаю, что это очень бесценно. И это тоже для меня большой опыт. В какой момент внутри театра «Русской песни» человек перестает быть стажером и становится полноценным участником? Ну, нет такого момента. Это происходит постепенно, потому что войти в коллектив, припеться в коллектив, это не две-три репетиции. Это не две, это два-три года, наверное. И это постоянное совершенство, постоянное усложнение, да. То есть это... Ну, это очень интересный процесс, но прям не скажешь там все. Ну, может быть, Надежда Георгина придешь в кабинет и скажешь, все, теперь ты полноценный артист. Вот такого нет. Это учеба. Скажите, вы заслуженная артистка России. Надежда Бабкина этому как-то поспособствовала или нет? Конечно. Конечно. Я очень, скажем так, продолжительное время, скажем, я проработала в коллективе 17 лет. Но звание я получила раньше. Я звание получила в 2009 году. Конечно, Надежда Георгина поспособствовала. И, скажем так, звание было дано по ее рекомендации. Но звание просто так не дают. Понимаете? Не придешь к Надежде Георгине, Надежда Георгина придет и не скажет, что вот, дайте ей заслуженный артист. То есть, действительно, это путь, который ты должен пройти, ты должен доказать, да, что ты... Ну вот, тот труд, действительно, труд всего коллектива, я думаю, что вправе назвать этот коллектив заслуженным, да, потому что мы действительно трудились. Мы действительно, в принципе, создавали и создает коллектив. Я уже не являюсь его членом, но создает очень красивую и нужную музыку, скажем так. У него потрясающая миссия сохранить народное и популяризировать. Назовите пять причин, из-за которых можно любить Россию. Простор. Красота. Березы. Хотя я выросла на море. Так, люди. Четыре, да? За необъятности. Что вам нравится в русских людях? В русских людях? Ну, может, такой здоровый пофигизм, скажем так. Я считаю, русских очень добрыми людьми, очень душевными людьми. Мне кажется, что вы обладаете тем самым особенным русским характером, когда в человеке одновременно совмещены вера в Бога и вера в какие-то приметы, языческие обряды. Это про вас или не про вас? Ну, вот в приметы я не верю, скажу так, да. Я верю в Бога, но я не воцерковленный человек, скажем так, да. Но Бога я не отрицаю. Я считаю, что Бог в душе. Бог — это любовь. Кто у вас воспитал любовь к родине? Ну, вот даже я не могу сказать, что такое воспитать родине, да. Вот есть такой больной патриотизм. То есть ты за родину, ты там за, да, вот должен за страну там положить. Мне кажется, это не совсем правильно. И она не воспитывается. Она вот, ну, как ты любишь маму, да, как ты любишь папу. Вот она, наверное, дана просто, вот и все. И ты сам понимаешь, как ты можешь к ней относиться. Что плохого она тебе сделает, в принципе, да. Нравится тебе здесь или нет. В дальнейшем ты хочешь здесь остаться или нет. Да, я хочу. Она мне нравится. Как проявляется вот ваша любовь к родине? Я пою про родину. Вот понимаете, я пою про родину. Ну, вот я сказала, да, вот что мне нравится. Красота, необъятность, да, просторы. Ну, действительно, я говорю, не была возможность попутешествовать по нашей великой стране, скажем так. Великой в плане именно природы, скажем, да, там. И, конечно же, истории тоже. Но я не люблю чрезмерный патриотизм, да. Вот как бы военный, скажем, такой патриотизм, да. Я люблю вот именно душевность, вот понимаете, душевность. Я считаю, что, конечно, я безумно люблю Дальний Восток. Вот неизгладимое впечатление, во-первых, да. Да, и от людей, конечно же, я вот этих красот советую всем. И вообще нужно путешествовать. Средняя полоса. Да, я сама уроженка города Сочи, но мои корни именно со средней полосы России. То есть я люблю Владимир, конечно. Вот, да, сейчас, как я уже сколько лет работала, ну вот именно причиной моего приезда вот в Москву, это было приглашение работать в русской песне. В принципе, сколько я здесь лет. Мне, конечно, было сложно адаптироваться, потому что я сочинка, море, горы, да, воздух, солнце. Но это случилось. Мне нужно было смириться. И я сейчас могу уже сказать, конечно, я Москву тоже безумно люблю. Вот. Вы как бы любите изучать истоки. Вы изучали свою родословную? Нет. Но я, да, могу сказать, что я к этому обязательно вернусь, потому что вот даже недавно у меня есть идеи такие, да, как бы это нужно практика, это нужно умение, это журналистика, скажем так, да. Но мне хочется это все запечатлеть именно для своих деток, да, то есть какие-то интервью сделать еще с родителями, пока они живы, да, потому что им есть рассказать, что там, допустим, мне отец рассказывает, там, мне мама что-то рассказывает. Мне хочется, чтобы эти истории, там, бабушки, дедушки, скажем, да, уже для моих детей, чтобы они это помнили, что они это знали, как вообще вот, какое общение было, да, какое отношение, какая речь была вот у бабушек с дедушками, да, потому что, ну, сейчас это позволяет технологии, да, раньше, конечно, такого не было, но я очень хочу этим заняться. Какой он, настоящий русский характер? Какой русский характер? Ранимый. Почему? Не знаю, я ассоциируюсь с русской, да, характером. Вот я могу про себя сказать, я ранимый человек. В конце у меня есть всегда фирменный вопрос. Есть ли такие вопросы, после которых оба встали и ушли? Ну, мне, по крайней мере, их не задавали. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, очень приятно, Мальсен, очень. Мальсен, очень приятно, 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 очень приятно. Продолжение следует...